Приветствую вас! Давайте мы попробуем забраться с тем, что вы написали. Значит, впервые я перечитаю ваш текст, буду давать комментарии по ходу, а потом постараюсь вам дать прямой ответ на то, что вы спрашиваете, хотя это даже не вопрос, это такое, скорее, как просьба, наверное, да, или запрос. Итак, помогите разобраться впечатлевые в следующих ситуациях. Значит, набрите, если вы просите помощи в том, чтобы разобраться в ситуации, то наверняка, наверняка, вам самому что-то непонятно. В этой ситуации вам что-то непонятно. Я бы хотел начать с того, что именно вам непонятно в этой ситуации, и как то, что вам непонятно, влияет на вас непотребственно. Вы пишите, мне 31 год, моей бывшей девушке 30 лет, 4 года жили совместно. Значит, накопили на квартиру, купили. Но я так понимаю, что купили вы квартиру на общие деньги, на свои собственные деньги. Вот, молодцы, что купили, не следит. Понимаете, здесь, на мой взгляд, такой, есть важный момент. Вы говорите, что вы прошили 4 года совместно, где-то. И за это время вы не сделали девушке предложение. Ну, то есть, вы не выявили своего желания создать с ней семью. 4 года для вашего возраста уже вполне себе такой подходящий срок для того, чтобы определиться с выбором партнера на дальнейшую жизнь. Виталий, я к вам вопрос встает. Насколько вы осведомлены в том, как относятся девушки к браку? Как девушки относятся к, ну вот, к замужинству, к вот этим вот всем вещам? Мне кажется, что подобное просто необходимо разобрать. Потому что не исключаю, ну и не утверждаю наверняка того, что проблема вся может быть именно в том, что вы не делали девушке предложение. Очень много мне приходилось сталкиваться с подобной историей, когда все вроде бы было хорошо, вроде бы все было замечательно, вроде бы. Но вот, потом внезапно девушка как-то резко давала задний ход, да. То есть, казалось бы, ссора происходила из-за пустяка, да, из-за пустяка. Ну вот, и парень, вот, вроде вас ничего не понимал вообще, почему так, что происходит, все было хорошо, все было нормально. Вот, значит, что, как бы, поссорились из-за мелочи, да, тут, там, из-за ремонта, например. Вот. Но это происходит из-за того, что девушка не удовлетворена. Вот просто, вот она не удовлетворена тем, что ей не сделали предложение. Тем, что ее не захотели сделать женой. Как бы, ну, по ее мнению, так. Я не говорю, что это обязательно, что это обязательно так. Но вот, по ее мнению, ей не захотели сделать женой. Такая вот неприятная история. И связано это, в общем и целом, с тем, что у мужчин и у женщины свое отношение к, ну, вот, к замузеству, к семье. Вот, вот, разные отношения. То есть, у мужчины одно, у женщины другое. И проблема в том, что мужчина, он воспринимает это, ну, вот, по-своему. И он, естественно, действует, исходя из своих представлений о семье и о жених. Дальше, вы пишете, на почве ремонта поругались. Ну, вы знаете, вы здесь, конечно, пишете, как, знаете, как военный отсчет. То есть, то есть, на почве ремонта поругались и для чего конкретно поругались. Вы сами почему поругались. И именно вы. Ладно, девочка, хорошо, девочка, там, я понял. Вы это сами почему поругались. Вы свою ответственность осознаете за то, что поругались? Вы свою ответственность осознаете за то, что поссорились? Как бы, ладно, девочка, хорошо. Она, ну, может, там, поссориться, да, она может это сделать. Она астерская женщина, вот. Эмоциональная, эмоциональная, может быть, в силу, так сказать, своего воспитания, в силу стереотипов там и так далее. Вот. Но вы-то, вот вы, ссорились, зачем именно вы? С какой цель? Хотели чего-то? Не удовлетворяло вас что-то? Если не удовлетворяло вас что-то, то что именно не удовлетворяло вам? Если не удовлетворяло. Почему до ссоры довели, ну, то есть, видимо, уже настолько приперло вас, что вы уже дошли до, собственно, ну, до ссоры? А раньше вы не говорили о том, что, там, ну, что вас волнует, например, о том, что вас беспокоит? Именно вас. Аноним. То есть, какова ваша ответственность в этой ссоре? Далее, вы пишете, на почве ремонта поругалась. Буду выкупать ее долю. То есть, это, это как, понимаете? То есть, вы поругались, и сразу решили выкупать ее долю? Смотрите, а вы до этого ругались со своей девочкой? Или как, или что? Вообще, есть какой-то у вас запас прочности, ну, вот, у отношений. Или если ссора, то все, ну, все со всем. То есть, вот, вообще, если поссорились, то, значит, сразу разделение имущества, да, сразу, там, полный, полный развод и так далее. То есть, понимаете? А раньше вы как, вы, как, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вдруг ее долю выкупать? Почему ее долю выкупать? Опять же, непонятно, это ваша позиция пока выкупать ее долю? Это ваша позиция? Это ваше желание? Или что это? Вы говорите, буду выкупать ее долю. Или это вы нам только говорите, что вы собираетесь выкупать ее долю. Понимаете? То есть, ну вот лично мне, да, вообще непонятно. Совершенно. Таково, что я делал. И причина-следственная связь ваша мне тоже ну, не ясна. Если вам, допустим, нужно, если вы сейчас хотите выкупать ее долю, так, может быть, тогда стоит задуматься о том, как и у вас отношения были с девушкой, что вы так легко решили разделать имущество свое. долю. Дальше. Значит, буду выкупать ее долю. Через неделю после ссоры пришел к ней на работу с цветами. Помирились. это вы пришли на работу с цветами до того, как сказали ей о намерении выкупить ее долю, то есть привести отношения в раздел коммерческих денежных или после. Когда вы говорите, что помирились, вы что имеете в виду, когда говорите, что помирились? То есть что такое примирение, по вашему мнению? Попросили прощения и все? или как? Или что? Знаете, это важный момент на самом деле, потому что если вы если вы в процессе примирения никаких решений не выработались, ну вот, именно контексте вашего взаимодействия, не было принято никаких решений, то есть не было, например, высказано понимание того, что ну, понимание того, что вы делали что-то не так, понимание того, что вы были чем-то не правы, что такого больше не будет, например, если вот не было такого, если не было таких историй, то смысл тогда в цветах и в примирении. что это по-вашему должно значить для, ну, для девушки, там, для вас, например, и так далее. Вот, по-вашему мнению просто, что это должно значить? Что вы решили по ходу примирения с девушкой? Знаете, вы это все не пишете, вы этого всего не описываете. По факту у вас есть только какие-то действия, но психолог работает, как вы понимаете, не с действиями, скорее. Психолог работает с субъективным отношением человека к тому, что, например, происходит. А с объективного отношения, то есть вашего отношения, вашей позиции психологической, чего хочу я, например, в этой ситуации, чего хотела моя девушка в этой ситуации, для чего я мирился в этой ситуации. Этого ничего вы не описываете, этого ничего. вы не высказываете. И мне представляется так, что либо вы этому не придаете значения, а это важно, либо вы просто не хотите об этом говорить. Но если вы не хотите об этом говорить, то тогда напрашивается вопрос, а с какой целью вы обратились тогда к нам, к психологам, если вот на то пошло. Понимаете? Вот. Дальше идем. Значит, помирились. Ночь начала с родителями. Ну, как бы опять же, как она это объяснила? Как вы к этому отнеслись? Считаете ли вы что-то неправильно? Думали вы, что так делать нельзя? Или у вас были какие-то ожидания? пригласили ли вы ее к себе? К себе? Если у вас там какие-то отношения с родителями, ну, не такие, то, соответственно, что вы сделали, чтобы их поправить? Ну, объяснили ли вы родителям свою позицию или что-то еще? На следующий день сказала, родители проводят отношения, нам лучше расстаться. Ну, опять же, для меня, лично для меня, это ни о чем не говорит. Потому что я не знаю, какие у девушки отношения с родителями, почему она их так слушает. Вот вы с этой девушкой живете, жили, точнее, четыре года, и, наверное, вы знаете ее, и, наверное, вы знаете ее лучше, чем мы, и, наверное, вы знаете, почему она сказала вам вот именно так, именно, ну, вот, именно такую выбрала страстейку, почему она именно так сказала, что родители против, и я, как бы, принимаю ее позицию, ой, то есть, их позицию, простите, их позицию, я, как бы, принимаю позицию родителей, по этому вопросу. Я полагаю, что вы знаете об этом лучше, чем мы, к сожалению. Вот, вот, понимаете? Вы пишите через день, у меня был день рождения. Опять же, я не очень, не очень понимаю, к чему вы это написали. то есть, вы считали, что она не должна была делать это в преддверии вашего дня рождения? Возможно, возможно, но не является ли это проявлением эгоцентризма, эгоизма с вашей стороны? Или у вас какая-то договоренность была по поводу дня рождения, что там, ну, я не знаю, что, например, что вы там ничего не решаете, непосредственно перед днем рождения, перед днем рождения, или что бы ни случилось, день рождения все равно как-то отмечать, или что-то еще. Или вы восприняли ее позицию так, что она вас обидела непосредственно перед днем рождения? Зачем вы написали в очередень у вас день рождения? что вы хотели этим сказать? Какую смысловую эмоциональную нагрузку вы в это вкладываете? Именно вы для себя. Значит, дальше, в течение месяца не общались. Угу. Ну, вы не общались с ней. Вот задавайте вопрос, почему вы не общались с ней? Потом ее в соцсетях начала дарить подарки, писать, потом Надя пропадает, потом опять может написать. А чем пишет? А чем пишет? Что говорит? Какое общение ей комфортно? Или может быть она вне зависимости от того, что вы ей отвечаете, вне зависимости от этого она то пить и то пропадает? В таком случае можно говорить о том, что девушка просто-напросто испытывает к вам чувства, но ей что-то мешает к вам приблизиться. Она либо чего-то боится, либо считает, что отношения с вами где-то как-то ей наносят вред и урон. Говорю, если хочешь поговорить, давай поговорим. А вы сами чего хотите аноним? Знаете, аноним, вы мужчина и вы живете в современном мире. Вы выбрали себе девочку, которая явно не уверена в себе. Вы выбрали себе девочку, которая явно не готова сама принимать решение. Но вы ведете себя с ней как с равным. Вот что это? Что это? Что ли это такое целенаправленное поведение какое-то достаточно выверенное, если можно так сказать. Выверенное в том плане, что вы зная зная что девушка не будет вести себя на рамях с вами, как будто вы на рамях зная это ведете себя так, чтобы с одной стороны представить себя в качестве взятки, с другой стороны, чтобы показать, что эта девушка во всем виновата, это она не разговаривает, это она ведет себя с вами как-то негативно, но вы знаете, я надеюсь, что в действительности это не так, в отношениях, в отношениях, есть два человека, и вы один из них, и вам нужно своей ответственностью определить, что вы делаете, чего вы хотите, согласитесь, согласитесь, что несколько странная позиция у вас, что вы вроде бы говорите о том, чтобы выкупить долю квартиры, но при этом вы к девочке приходите с цветами, значит, с ней примеритесь и так далее. Это странно, как минимум. Если вы хотите поговорить, что вы сделали для того, чтобы вам с ней поговорить? Знаете? Вот. У вас позиция, на мой взгляд, здесь в данном конкретном случае позиция у вас она такая, знаете, псевдо-взрослая. Именно псевдо-взрослая. То есть, вы пытаетесь с девушкой вести себя так по шагу, духовно-кровно, но при этом вы знаете, что для девушки такая модель не подходит. Если вы любите ее, если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, если она вам действительно дорога, то разговаривайте на языке, понятном ей, понятным ей, а не вам. говорите на языке таком, чтобы она вас поняла, чтобы она понимала вас и чувствовала, что вы ее слышите. А пока, пока, я, если честно, ну, этого не замечаю. То есть, я не заметил, чтобы вы говорили на языке, понятном ей. То есть, вы говорите на языке, понятном себе. Вот. И все. Ну, и у вас позиция такая, явно, знаете, противоречивая, противоречивая позиция. То есть, вам нужно определиться либо коммерческие отношения все-таки, либо отношения все-таки эмоциональные. вот. Потому что по-другому, ну, будет, всегда по-другому будут у вас конфликты. Тогда. Ну, вот. В ином случае. Вот так. Поэтому я полагаю, что вы какую ситуацию происходить хотите? Вы что именно хотите происходить? Как себя, почему девушка себя так ведет? Девушка ведет себя так, по той простой причине причине, что она не уверена в вас и в себе. Вы можете сделать так, чтобы она была более уверена в вас? Да, можете сделать, для этого вам нужно свое поведение корректировать. Делать его более понятным ей и более ориентированным на нее. Понимаете? То есть, не знать, что девушка будет поступать как мужчина. Сейчас она у вас не такая. Есть девушки, с которыми можно разговаривать так, как вы разговариваете, есть те, с которыми нельзя. Вот с вашей нельзя. Хорошо это или плохо? Да, это некорректный вопрос. Потому что вы сами выбрали себе девушку такую. Это вопрос к вам на самом деле. Ну и я рекомендую вам проанализировать вот то, что вы ссоритесь с вы поступаете в ссоры с женщиной. Еще и по поводу ремонта. То есть по поводу таких банальных вещей. Понимаете? что бы там ни ссориться вам с девушками и женщинами не стоит. Не имеет смысла. Вы никогда не выиграете от этого. но но у ссоры да у того что вы поссорились есть причины и на мой взгляд эти причины с вашей стороны повторяю с вашей стороны нужно разбирать. Вот. Я думаю именно так можно вам ответить на ваш вопрос на ваши вопросы. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.